Здравствуйте! У меня в руках карта второй импрессионистов и гадание предсказания карт для весов на март 2021 года. Я буду картам задавать самые простые вопросы, интересные всем. Это работа, семья, дом, любовь. Но пока только лишь напомню вам, что в марте 20 числа в этот раз состоится знаменательное, замечательное событие. Это день весеннего равноденствия. В культуре, в традициях разных народов этот день отмечается, празднуется. Великий праздник считается этот день приходом настоящей весны. И в этот день различные ритуалы совершают для привлечения богатства, здоровья, счастья, любви в свою жизнь. Вы тоже не оплошайте, тоже что-нибудь сделайте. Хотя бы изготовьте своими руками какой-нибудь талисман себе. Или посадите новое растение дома в горшке или на приусадебном участке, если у вас такое имеется. Ну, как знак это будет такой, знаете, вот символ встречания вами нового лета, новой жизни. И я по традиции начинаю вам гадать с вашей работы. Работа, карьера, деньги. Вот такие вопросы задаю картам. Повторю еще раз. Колода эта называется «Таро импрессионистов». От слова «Импрессия» – «Впечатления». По мотивам работ художников-импрессионистов здесь сделаны иллюстрации. Карты эти такие же, как картины, с которых их срисовали. Чувственные, легкие, загадочные. Эти карты любят давать неоднозначные ответы. Но мы с вами постараемся разобраться. Итак, сначала весы и работа. На работе вас ждет уход какого-то серьезного, значимого для вас или для компании, для предприятий человека. Вот он, некто, начальник ваш, учредитель, например, компании, руководитель отделом. Уходит и машет ручкой. Это будет событие. Иначе этот человек и его уход не попали бы в ваше кадание. Казалось бы, уходит один, а предсказание карты ведь совершенно для другого. Но в том-то и дело, что это ваш шестой дом. И ваша работа, и ваша успешность, ваша профессия, ваши навыки, ваше будущее профессиональное. Это все находится вот здесь, в шестом доме. Поэтому вот уход этого человека очень скажется на вас, на вашей профессии и на вашей карьере. Скажется фатально, потому что это крупные карты, это два старших аркана. Для кого-то, наверное, с уходом бывшего начальника освободится место. И это место займете вы, ну не теперь, в будущем. И можно сказать, что март принесет вам замечательные тогда карьерные перспективы. Мне кажется, что этот вариант наиболее здесь подходящий, правдоподобный. Ну а для кого-то эти карты описывают, наоборот, дурные времена. Может быть, у вас уйдет как раз хороший для вас человек, покровитель. Тот, кто вам помогал. Или тот, кто вас вообще взял на эту работу. Это может быть ваш наставник, у которого вы учились. И с помощью которого вы делали, продвигали на работе свои проекты. Вот такое вот событие и больше ничего. Еще возможен, собственно, и ваш уход с работы тоже. Я надеюсь, что в меньшей степени сейчас не то время, чтобы уходить с работы и искать что-то новое. Сейчас уж точно лучше тянется в руках, чем кто-то там в небе. Но в целом карты могут описывать ваш уход с работой даже больше, чем уход с работы. Больше, слишком серьезный, слишком тяжелая карта. Это не просто уход с работы. Это ваш отказ от карьеры, понимаете? Смена работы какая-то осознанная и очень-очень продуманная, выношенная. Поэтому мы вот здесь вот аудиторию наших, всю компанию наших весов разделим на тех, кто хочет уйти с работы и тех, кто этого совсем-совсем не планирует. Вот если вы долго-долго, давно, уже, ну не знаю, месяц, а то и полгода думаете, что вам пора уйти, что вам пора поменять работу, то вот для вас эта затея случится, выстрелит как раз в марте. Вот именно в марте вы решитесь и уйдете с этой самой работы. А вот если вы ни разу даже об этом не думали, то тогда это не ваш уход, а вот уход другого человека тоже очень значимый для вас. Вот так вот рассказала. Теперь карьера. Карьерные перспективы вас ждут, вас ждут действительно карьерные перспективы. Какой-то праздник на тему карьеры вам выпадает. Вот я, видите, у нас что получается, император уходит, а на сцену выходит императрица. И это все либо вы в двух лицах, в двух ролях, то есть вы исполняли роль и занимали какое-то место на одной работе. А вот теперь получаете другую, не менее завидную, такую же денежную. И это буквально праздник. То есть все, что касается карьеры, ваши ожидания, исполнения этих ожиданий, это все будет выглядеть празднично, причем в буквальном смысле. Вам даже придется проставляться, ну, знаете, вам придется какой-то устраивать праздник другим людям, потому что как же не положено, если вас назначили на новую должность. Вы должны там чай какой-то накрыть с тортом. Вот так, карьерные перспективы, да, вполне себе могут быть. Ну, а что с деньгами у весов? Что с деньгами? Отличная возможность у вас открывается для заработков, чтобы у вас вообще поменялись, в принципе, деньги. Но это возможность, понимаете, это туз. И не стоит путать возможность и реалии жизни. Тузы – это всегда единичка. Это первая карта масти. Это как вспышка, как взрыв, как, знаете, взлет ракеты. А куда эта ракета потом долетит? В каком направлении? Как далеко? Мы здесь понятия не имеем. Поэтому это может быть для вас такой новый финансовый старт. Новая работа, назначение на новую должность – это тоже возможность. Это не деньги, которые вот уже в законченном виде падают вам в руки. Это скорее возможности денежные, которые дальше уже от вас требуют стараний, риска, решимости, смелости, коммуникативности, негативных способностей, да, и так далее. Хотя вот я тоже, поскольку рядом фигурная карта придворная, я здесь тоже вижу какой-то акт, какую-то волю, волю другого человека. Здесь вам выпадает распоряжение, такое резкое, понятное, волевое распоряжение другого человека на тему ваших денег. Ну, этот человек, скорее всего, правомучен, ваш начальник. Советы карты здесь нужны. Конечно, в большей степени карты советуют вам, во-первых, разгадать вот этого влиятельного мужчину, уходы, приходы и решения которого так сильно сейчас определяют для вас профессиональную денежную жизнь. Его нужно рассмотреть, признать его авторитет и ценность, либо на него ориентироваться, под него подстраиваться, либо как-то наоборот, можете выступать антагонистом этому человеку. И совет дерзать в деньгах, буквально дерзать. Например, если у вас действительно вот освобождается новая, отличная должность на предприятии, то, конечно, вы должны первыми поднести заявление о том, что хотите эту должность позвонить. Но только если должность хорошая зарплата. В противном случае это не имеет никакого смысла. Очень-очень-очень запутанные планы и мечты выпадают весам на тему денег больших, крупных. Вот у нас у всех есть какие-то крупные денежные проекты. Мы все время хотим что-то купить, что-то продать, куда-то переехать, что-то перестроить. И вот для вот этих вот больших, серьезных проектов в Зодиаке придуман как раз восьмой дом. Дом критических ситуаций и дом чужих денег. Займы, кредиты, инвестиции, злополучные наши ипотеки. Они все вот здесь, вот в восьмом доме. Поэтому карты максимально неуместны. Смотрите за своими большими деньгами. Счета в банках, ваши задолженности, долги в обе стороны. Это если вы кому-то должны или вам кто-то должен. Ваши суды, конфликты, дележки, денег с другими людьми. Все это в марте может очень сильно запутаться. Мало того, что здесь есть карта звезда, которая вообще в принципе описывает мечту, например, пустую какую-то. Вот финансовую мечту, но абсолютно пустую, вот безосновательную. Так ее еще и семерка мечей сопровождает. Это карта хитрости, лицемерия. Это карта всяких неискренних и опасных манипуляций. Обман? Да, вполне возможно, что вы станете жертвой обмана. По крайней мере, кто-то попытается вас обмануть. Да. Обмануть деньгах, естественно. А больше мы никому ни за чем не нужны. Поверьте, все обманы только про деньги бывают у людей. Теперь общение. Серьезная это тема вашей жизни или второстепенная? Ну, в любом случае, у нас здесь тоже в зодиаке есть дома, которые описывают дружеское общение. Это третий дом, например, и у вас здесь выпадает очень сильное напряжение. Вот с кем-то из друзей, с кем-то из близких людей, может быть, коллеги на работе, может быть, это не близкие родственники. С кем-то вам будет очень тяжело. Либо с кем-то тяжело будет общаться, либо ради кого-то потребуется подвиг, на который вы тоже совсем-совсем не готовы. И башня как символ разрушения вам выпадает, как символ разрушенных или разрушившихся обстоятельств. Карты советуют вам. Не берите на себя много в дружбе, в дружеских делах. Не берите много. Вот видите, как Дон Кихот выглядите здесь. Вы идете на свершение, на какой-то подвиг ради человека, который рядом. А в итоге вы не победите и будете даже посрамлены, пожалеете о том, что вы выступили в какую-то в эту борьбу. То есть планы, даже самые лучшие, конструктивные, разобьются он непредвиденные вот такие вот обстоятельства. Трудности с дружбой в целом карты вам описывают. А вот по 11-му дому, где у вас сидят люди не такие близкие, но знакомые или совсем незнакомые, или даже неизвестные, к вам подкрадывается буквально очень противоречивая личность. Очень, очень, очень. Смотрите, в марте вы сам предстоит встретить человека, который захочет повлиять и захочет вмешаться в вашу жизнь. А вы заметили, что у вас вообще фигура вырисовывается человека, который вот определяет ход вашей жизни в профессии, на работе? Уж точно будет такой. Но эта тема продолжается в вашем 11-м доме. Посмотрите, в редкой паре карты «Дьявол» и карты «Мак» сошлись. Вместе они описывают личность человека, очень необычного, настойчивого, человека с магическими способностями и дурными наклонностями. Это гремучая смесь, да? Умный человек, который много может и умеет быть убедительным, и при этом он умеет многое скрывать и действовать эгоистично, только в своих интересах, совершенно не замечая того, что хотите вы. Какого-то великого обманщика можете встретить, представляете? Великого обманщика. А в сочетании с обманом в большом денежном доме, еще раз скажу. Никогда не разговаривайте с неизвестными. Так сказал классик. Даже если в интернете. Дальше дом. Весы и домашние дела. Что вас ждет дома? Помест, жительство и далеко от дома? Ну, дома много всего хорошего. Вас ждет... Вас ждет дома очень насыщенная эмоциональная жизнь. Насыщенная эмоциональная жизнь. То есть вы в марте почему-то не будете сильно много думать про бюджет, про какие-то понятные хозяйственные дела. А вы будете купаться в любви. И будете иметь дома, знаете, проявление любви. Это подарки могут быть. Может быть, вы съедетесь, вместе станете жить с любимым человеком. И поэтому этот месяц окажется таким эмоциональным, таким, ну, чувственным, что ли, именно дома у вас, по месту жительства. Но берегитесь. Конфликтность тоже, тоже рядом. Любовь и ненависть вместе вам выпадают. Знаете, будете много ругаться, будете много мириться, будете много собирать признаний в любви, подарков. И точно так же будете выяснять отношения. Очень накал страстей, очень эмоциональный месяц дома, в семье. Карты вам описывают. Мне кажется, что суммарно, вот если эти карты друг на друга перемножить, с минус и плюс, то мы, в общем, выйдем на какой-то нулевой даже результат. То есть неизвестно, чего будет больше, и что в итоге победит. Дальнюю дорогу вам уже карты обещают. В отличие от, по-моему, всех остальных ваших соседей по Зодиаку, весам достается дальняя дорога. То есть у вас очень хорошие шансы куда-то поехать. Хотя, скорее всего, это будет поездка не в новое место. Это либо просто место, где вы уже бывали, либо даже это поездка в родные места, например, там, на родину, в родной город или куда-то в родную страну. Вот. В любом случае дорога вам выпадает, прям открывается такая, с которой нужно будет поторопиться, которая потребует от вас определенного риска. И эта дорога, тем не менее, эмоционально комфортная, потому что окружение хорошее. Вы едете, а вас там ждут. А может быть, даже уговаривают, чтобы вы ехали. Дальше, конечно, любовь для весов. Март – самый романтический месяц. И давайте будем честны. Именно в марте, именно ранней весной самый правильный выбор люди делают любовный. Потому что он инстинктивный. Не вы сами выбираете, а природа, гормоны за вас выбирают. И, в принципе, так и должно быть. Так эволюция – это все и заложено. Поэтому, если вы одинокие, но все-таки хотите иметь семью, то, пожалуйста, вот эту раннюю весну не пропускайте. Отложите пока работу, какие-то другие заботы, деньги свои, учебу, может быть, даже. И присмотритесь к возможностям в личной жизни. Потому что, знаете, март пройдет быстро, а потом энергия, настроение, и все это очень сильно и скоро поменяется. Итак, любовные, любовные, еще раз скажу, любовные истории будут буквально преследовать весов в марте. Все вот какие есть романтические карты, все карты из масти кубков вам выпадают и достаются. И все бы это было хорошо. Хорошо. Ваш пятый дом. Ведущая карта. Десятка кубков. Она про любовь. Эта карта изобилия. Она описывает отношения, знакомства, партнерства и чувства, в которых вот любовь, ну, как клещет через край. Понимаете? То есть, вот эта десятка кубков описывает переполненность, вашу переполненность вот этими вот любовными впечатлениями, любовными ощущениями. Поэтому и новые знакомства возможны, конечно. Причем с долгосрочной перспективой, потому что это очень семейная карта. Знакомство с прицелом выйти потом замуж, создать семью, может быть. Продолжение любовной истории, которая есть у вас, она тоже будет очень хорошо складываться. И вы продвинетесь в отношениях и продвинетесь куда-то в сторону семьи, общего дома, может быть, в сторону рождения детей. Все это было бы хорошо. Зачем здесь ложка дегтя нам досталась? Тройка мечей как знак вечной, прошлой, ненужной, напрасной печали. Поэтому вот карты описывают такую историю для вас в любви. У вас будет все очень хорошо. Все даже лучше, чем вы могли мечтать. Но при этом вот это ощущение разбитого сердца, ощущение неуместности, печали будет все равно преследовать такой тоненькой колочкой покалывать ваше сердце. Скорее, карты дают вам совет. Забудьте старые печали, выбирайтесь из прошлых каких-то потерь, депрессии и приветствуйте новое счастье, которое входит в вашу жизнь. Понимаете, без этого никак не получится. Если тащить на себе бесконечно ворох прошлых потерь и обид, будущее не наступит. Не наступит, я вас уверяю. Женщинам веса карты в качестве партнера предлагают угадайте кого, это тоже очень редкая пара, предлагают вот такого вот влюбленного рыцаря, романтического героя, тот самый влюбленный рыцарь, он, к сожалению или к счастью, не на белой лошади, она коричневой, она как-то правильно по-другому называется, я знаю, да, и он с большими чувствами выпадает. В общем, любящего, влюбленного в очень романтического мужчину в марте ждите, вот он к вам уже скачет, и будет он не только много чувствовать, но он еще и будет это очень активно показывать. Немногим дал дан, немногим дан дар испытывать любовь, но еще меньше, но еще меньше народу умеет эту любовь показывать, это уж вообще редко, эксклюзивное такое свойство и умение. Так вот, а у вас здесь романтический, очень сильно вас какой-то мужчина полюбит, главное будет так активно это показывать, что это все заметят вокруг, ну знаете, когда обильные подарки, то, как правило, это все замечают, да, подруги особенно. И первый ваш дом сообщает нам, что любовь и чувства точно так же придут и к вам, то есть это ваша новая любовь или та, которая есть, будет в марте свисти пышным цветом и будет она особенно взаимная и вы даже будете стараться со своей стороны, будете как-то, ну знаете, стараться, ответственность на себя возьмете, то есть какие-то усилия даже будете совершать для вот ну для поддержания этого любовного огня, что ли, или для поддержания этого союза, даже если вы прежде были достаточно равнодушны к этому человеку, то теперь вот вы включитесь в эту историю или в эту игру очень активно. И итоги, которые вы сами, за которые вы себя похвалите в конце марта, но они будут касаться заработков в основном, заработков и денег. И я хочу достать для вас еще одну карту из колоды Аракулы символом, это совсем другие карты, предсказательная система, правильно говорить, это не Таро, карты совершенно по другим принципам созданы и совершенно для других целей. Один совет, они очень хорошо, вот эти карты, Аракул, символы, они очень хорошо советы дают, на день там совет или на жизнь, жизнь это очень ответственно. Итак, для весов давайте посмотрим, испуг вам выпадает, представляете, испуг, будет повод в марте конечно незначительный, конечно напрасный, конечно мнимый, повод будет испугаться и убежать, что-то бросить. И собственно вот эта карта советует весам прежде чем бежать со всех ног, например, из отношений, из отношений, да, вы сначала разберитесь, присмотритесь, подумайте и оцените то, что вас напугало, то, что вас смутило и заставляет отказываться от партнерства или от любви. Собственно, вот этот вот испуг я в вашем случае могу связать и с какой-то денежной историей. Помните, что к вам подкрадывается как очень такой сомнительный персонаж, который собирается подкрадывается к вашим деньгам, к вашим активам. Вы можете этого напугаться. В общем, держите себя в руках и помните, что именно страх, как эмоции, это прям худший, худший, худший подсказчик в сложных жизненных ситуациях. Спасибо. 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 Продолжение следует...